Оценку ущерба, нанесенного природной стихией, обеспечение безопасности отдыхающей в летний период, что еще обсудили на встрече глава республики и руководители МЧС. Они не видели 44 года свидетелями долгожданной встречи двух однокурсников и сослуживцев, которых судьба разбросала по стране, стала наша съемочная группа. Таланты и жанровое разнообразие являются их главным оружием. Впервые в Черкесске состоялся концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Девять заездов на различные дистанции, спортивные состязания, а для детей игровые площадки. В Аулипсо-Чедахе праздник Курман-Байрама отметили народными гуляниями. Здравствуйте на телеканале Россия 24, Вести, Карачаева, Черкесия. Глава республики Рашид Тимрезов с начальником главного управления МЧС России по Карачаева-Черкесии Александром Галаколенко обсудили итоги работы управления за первое полугодие текущего года, в том числе по ликвидации последствий стихии. В настоящее время уполномоченными органами исполнительной власти республики во взаимодействии с администрацией муниципальных образований, попавших в зону ЧС, проводится работа по оценке ущерба нанесенного природной стихией. Рашид Тимрезов поблагодарил всех сотрудников аварийно-спасательных и коммунальных служб дорожников, работников лесхозов, сотрудников администрации и всех неравнодушных жителей республики за ту работу, которая была проделана в ходе аварийно-восстановительных работ. Также в ходе встречи обсудили комплекс мер по обеспечению безопасности жителей и гостей республики в летний период. На особом контроле у сотрудников МЧС объекты отдыха и оздоровления детей, зоны купания, объекты сельскохозяйственного назначения, а также места проведения выпускных вечеров. Стороны договорились, что министерство совместно с главами местного самоуправления подготовят предложение по организации мест безопасного отдыха на воде на территории зеленых зон, о которых говорилось в ходе ежегодного доклада послания Народному собранию. Еще одна важная тема – профилактика и оперативная ликвидация лесных пожаров. На данный момент ситуация спокойная. Как отметил Александр Голоколенко, органы управления силой средства республики к реагированию на случай лесных пожаров готовы. Сегодня состоялась 59-я сессия депутатов регионального парламента для 6-го созыва. Это заседание было последним. Уже в сентябре пройдут очередные выборы в Народное собрание Карачева-Черкесии. Депутатов за совместную плодотворную работу поблагодарили глава республики Рашид Семрезов и председателя парламента Александр Иванов. Они отметили, что несмотря на уникальную обстановку в стране и регионе, законотворческая деятельность народных избранников была насыщенной и плодотворной, и стала важной частью эффективного социально-экономического развития. Мы активно взаимодействовали во время пятилетнего света. Нам предстоят выборы в парламент, выборы депутатов в парламенту Народного собрания. Мы уверены, что каждый из вас продолжит свою деятельность во благо развития нашей программы. Рашид Семрезов создали наши эффективные страны. Накануне в Доме правительства республики прошла встреча представителей власти, сотрудниками пограничной службы России, руководителями всероссийской акции «Беречь отчизну, долг и честь». Гости республики рассказали о важности патриотического воспитания молодежи, о необходимости поддерживать участников специальной военной операции, которая отстаивает интересы России и обеспечивает безопасность населения. Представитель ветеранской организации погранслужбы поблагодарил жителей Крачево-Черкесии за воспитание тех, кто в настоящее время несет службу на границе с Украиной. Также участники брифинга узнали, что в рамках патриотического мероприятия в республике запланированы фотодокументальные выставки Центрального пограничного музея, выставки вооружения, военной формы одежды, технических средств охраны границы. В завершении стороны обменялись ценными подарками и пообещали продолжать сотрудничество. Касательно сегодняшней вашей миссии, отдельно хотелось бы сказать слова благодарности за этот посыл, за этот новый импульс, который вы несете своей миссией. Дело в том, что глава нашей республики, Рашид Борисович Тимрезов, огромное внимание уделяет именно патриотической работе, воспитанию молодежи. И силами наших творческих коллективов, общественных организаций мы проводим очень, и проводим очень много патриотических мероприятий, воспитательных мероприятий. Я думаю, как нельзя кстати, вот ваш визит сегодня. Большое вам спасибо за это хорошее мероприятие, за эту инициативу. Я думаю, мы постараемся сделать все, чтобы у вас, как говорится, осталось хорошее впечатление о нашей республике. После делегации опостила аллею пограничной славы в Черкесске, гости из столицы прошлись вдоль нее, знакомясь с экспозициями, бюстами героев пограничной службы и памятным камнем в честь столетия пограничного управления ФСБ России по Карачево-Черкесии и Стенной памяти, где увековечены имена погибших при исполнении служебных обязанностей. Здесь они возложили цветы в честь тех, кто героически защищал границы родины, до последнего оставаясь верными служебному долгу. Особое внимание гости уделили выдающимся заслугам ветеранов пограничной службы, которые были отмечены памятными знаками в честь столетия управления и дипломами за многолетнее и беззаветное служение Отечеству. Судьба их раскидала по стране, но солдатская дружба крепка, как сталь. Один из приезжих гостей, заместитель председателя общественной организации Российский совет ветеранов пограничной службы ФСБ России, генерал-лейтенант запаса Владимир Лакиза навестил своего давнего друга, нашего земляка, ветерана пограничной службы Александра Илющенко. Свидетелями долгожданной встречи двух сослуживцев, которые не видели 44 года, стала наша съемочная группа. Фатима Даурова передает волнительные эмоции этого момента. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант Александр Николаевич. 44 года не видел. Ничего, молодец, под рычком ты еще. Сердце встречи и настоящее, и растревожено, долгожданной, той, от которой радость усеят глаза, а душа сразу же требует песню. Только мне по душе, это жизнь почивая, офицера границы, крутая судьба. Почему я ее поставил? Мы ее в ансамбле играли. Саша играл на гитаре, я на удар. Александр Илющенко и Владимир Лакиза – однокурсники, которых судьба и служебный долг разбросал по разным уголкам страны. С первых дней у них завязались добрые дружеские отношения. Помимо учебы и дружбы, их объединяла еще одна страсть – любовь к музыке. За всю историю училища это был самый лучший вокально-инструментальный ансамбль. Это пограничник 76. Это правда, ничего, кроме правды. Для двух сослуживцев пограничников солдатская дружба – не просто слова. В них заложено многое. Молодость в погонах, непростое время учебы и службы. Воспоминания идут потоком. Ветераны делятся ими с присутствующими, а те, в свою очередь, вслушиваются в каждое слово интересного рассказа. Но московские гости, представители пограничной службы России, сегодня пришли не только слушать. У них особая миссия – оказать знак внимания ветерану, выразить благодарность за достойное служение Отечеству и вручить презент. Александр Николаевич, распоряжением руководителя нашей ветеранской организации пограничной службы, генерал-полковник Олива Мацур Мазучи, ты награжден знаком ветеран пограничных войск. Здесь вот вся моя судьба и жизнь в Черкесске, в Карачаево-Черкесии. Это все за Карачаево-Черкесию. Это мне за... За заслуги перед Отечеством с мечами. Боевая. За работу, это именно боевая медаль. Да, это все было здесь. За боевые заслуги. Это вот медаль, самая боевая, за боевые заслуги. За отличие охранника государственной границы. Это за задержанного нарушителя я руководил. Удачно. Вот это мой итог. Начищенная бляшка и грудь вся в орденах. И в каждой медали заключена особая история. Верности, служение долгу и Отечеству. Фатима Дорова, Виктория Карпенко. Вести. Карачаево-Черкесия. В Черкесске впервые состоялся концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Он проходил в рамках всероссийской акции «Беречь Россию долг и честь». Московским артистам в погонах удалось найти путь к сердцу зрителей и удивить публику жанровым разнообразием. Концерт впечатлил и Али Баташева. О пограничной службе и защитниках рубежей нашей страны. В песнях, танцах, выставках, книг, обмундировании и современного оружия российского производства. Но главным оружием Центрального пограничного ансамбля ФСБ России является талант и жанровое разнообразие. Когда зрителю трудно оторвать взгляд от народных танцев, показывающих широту и удаль русской души. Поставленных главным баллифтмейстером ансамбля, народным артистом Российской Федерации Геннадием Минхом. Когда зал замирает, слушая неповторимое многоголосие хора. По бескрайнему волю моему, по бескрайнему волю моему. Эксклюзивно для нашей республики была подготовлена песня «Порушка параня». Соло на бубне исполнил Александр Беренди. «Порушка параня», «Порушка параня». Главный хормистер певческого коллектива Максим Попов считает главной задачей зарядить зрителей позитивными творческими эмоциями. Успешно выступить артистам в погонах помогает талант, дисциплина и другие составляющие. Хорошая боевая эмоциональная подготовка, чтобы мы могли выдерживать такие длительные переезды. И наши гастроли начались 17 числа, сегодня уже чуть больше. Поэтому стараемся и шуткой, и творческой какой-то эмоцией друг друга поддерживать. Свои музыкальные номера на протяжении всего концерта зрителям дарили солистки Елена Горская, Александра Трошкова и другие исполнители. Кому-то концерт позволил хорошо отдохнуть, а кто-то утвердился в правильности выбранного пути. Моя специальность – это актер, и если повезет, стану фронтовым актером. То есть буду ездить к нашим бойцам со спектаклями, с концертами. А как тебе выставляете вот этих актеров? Как актер могу сказать, что достаточно подготовлено. Очень понравился. Видно, что большие профессионалы, ребята молодцы. И хор, и коллектив. Все очень на высоком уровне. Видно, что московские. Всем жителям Кавказа Центральный пограничный ансамбль ФСБ России передал свой пламенный музыкальный салам. Али Баташев, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Народные гуляния и скачки, посвященные празднику Курман-Байрам, прошли в ауле Псаучедахи последние несколько лет. Такой формат празднования стал традиционным благодаря инициативе членов общества всадников Шухаса и отзывчивости самих жителей аула. В программу скачек входило 9 заездов на лошадях кабардинской, чистокровной английской пород и иноходцев. В первые заезды на дистанции 1200-1600 метров победу одержали Зубер Джибабов на скакуне Амур и Султан Кулов на своем жеребце Черкес. Наездники за победные места были удостоены разными призами. В перерывах между забегами проходили спортивные состязания среди зрителей. Из них перетягивание каната, стрельба из лука, а для совсем маленькой возрастной категории были предусмотрены игровые площадки. На этом наш выпуск завершен, а далее смотрите интервью Белла Джазаевой с доктором филологических наук Фатимой Аркеновой. Вы свою жизнь, свою деятельность, все свои силы посвятили науке. И в этот день вы посвятили тому, чтобы сохранить наш богатейший язык, традиции и культуру. И в этот день я хочу у вас спросить, оглядываясь назад на несколько десятилетий, вы сейчас можете сказать, что вы тогда выбрали правильный путь? Быть ученым – это не райское блаженство, это очень тяжелый труд, очень тяжелый труд. Ты не имеешь права допускать не в то, что в прямом смысле ошибку. Есть научные труды некоторых людей, которые за счет принижения других народов, возвышая свои народы, стараются как-то писать какие-то научные труды. Это неприемлемо в науке. Писать, работать, исследовать, все, что касается твоего народа, оно не должно быть националистическим. В этих твоих работах никакого плагиата не должно быть. Твой труд должен быть доказуемым, честным, порядочным. Вот для меня это кредо моей работы. Все мы знаем, что основная деятельность ваша, основная тематика вашей деятельности – это сохранение языка, сохранение культуры, традиции. И вот в свет совсем недавно вышла ваша уже десятая книга авторская. О чем она? Вот перед вами две книги последние. Это мои любимые книги. Возможно, я уже созревший как ученый, я по-другому взглянула на культуру своего народа. И я заметила, целые пласты при выселении карачаевского народа забываются. И сейчас основная, даже московские ученые нам говорят, сохраняйте лексику, сохраняйте свои… Вот каждый лексикон, потому что исчезнет язык, вместе вот лексика же сохраняет наш язык. И я обратила внимание, вот посмотрите, сохраняя свой язык, это зоонимическая терминология, название всех животных, животных, насекомых, сохранен этот пласт. И когда я вот работала над животным миром, вот крупными животными, а в основном же наш народ скотоводством занимался, и вот терминология и лексика, огромный пласт укорочается, это землетрическое. И когда я закончила этот пласт, я заметила по ходу, что пласт вот птица-ферма, вот птиц, терминология птиц, орнитонимия, вообще нигде не изучена. И каково же мое удивление было, когда я начала собирать термины, орнитонимические термины, около 500 наименований птиц на карачаево-балкарском, русском, английском языках зафиксировано. Вот последняя книга. Это целый пласт, и туда не только терминология, это пословица, это поговорки, это фразологизмы, это крылатые слова. Вы представляете, вот бабушка Карачаевка в Архизе мне говорит, а вы знаете, говорит, это сто лет тому назад мой отец говорил вот такую поговорку, когда к весне мало становилось еды для скота, даже гуси хотели есть сено. Вот такие поговорки, пословица, поговорка. Очень много фразологизма. Я помню, месяц я искала на Карачаевском Минске, как называется, гребешок курицы-петуха. Кекереги, вот называется, или толкну, кекереги. Если кто-то думает, вот это очень легко, и вот бываете, вот трудишься, устаешь и бросают, уходят. Вот тут нужен уже характер. Тут нужно действительно показать, что ты любишь свой язык, свою культуру. И мы дочери, мы не должны еще забывать, что мы дочери высланного народа. Народ, который выслан в тюрькоязычную среду, чтобы быстрее ассимилировался и исчез, вообще исчез. И вы представляете, наши родители в такой дни голода, холода, пережив все это, сохранили нам язык, фольклор, песни разные, да, лирические, любовные песни. И мы здесь, на родине сегодня, когда имеем возможность изучать это в школах, у нас по телевидению передачи, да, на родных языках, по радио. И я встречаю родителей, которые идут, пишут заявление, что мой ребенок не должен изучить родной язык. Я уверена, что этот ребенок никогда не будет полноценным гражданином, сыном своего народа, если он не будет знать свой язык, свои культуры. Переданное матерью, собственно, молоком матери, язык, у нас же называется анатель, язык, это родной язык, материнский язык переводится. Человек, который не знает своего языка, фольклора, истории, литературы, это человек без фундамента. Фатима Пахаратовна, в качестве научного сотрудника вы участвуете во многочисленных научных форумах, конференциях, часто выступаете, выходите на связь с людьми науки из других регионов. Я знаю, что вы даже выступали со своей лекцией, со своим выступлением на Ассамблее ООН. Какие у вас были самые запоминающиеся выступления? Я довольна одной из своих выступлений в Ассамблее народов России, где был поставлен вопрос о фольклорации извне такой великой отечественной войны. От чумы коричневой мы освободили всю Европу. Я там выступила участие в Великой Отечественной войне. И первые минуты были Владимир Владимирович Путин и Светлана Костинская, которые организовали с Москвы вот эту конференцию. И привела пример. На примере Залиха Теркеновой, которая погибла в каньонах Кисловодска, выдержав все испытания, не выдав местонаходежность своего партизанского отряда. И в этот момент ее муж сражался в Ленинградском фронте. Я задала вопрос. Ее пятилетняя девочка чем была виновата, чтобы ее выслали? Разве дети рождаются преступниками? 20 тысяч детей, которые погибли от голода-холода. Я открытым текстом сказала, вот теперь внуки этих детей, они внуки двух героев или высланного такого народа? И ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. И весь зал, вот все участники высланного народа, весь зал гремел. Я сказала, надо пересмотреть участие репрессированных народов в Великой Отечественной войне. В нашем разговоре вы сказали, чтобы сохранить культуру, чтобы сохранить народ, в первую очередь нужно сохранить язык. Я, конечно, с вами полностью согласна. Но вот в этот бешеный век глобализации, когда все так быстро меняется в этом современном мире, вы, ученые, что можете предложить, чтобы сохранить наши исконные коренные ценности? Мне понравилось, когда еврейские ученые предложили вот такой метод. Когда у них на еврите никто не стал говорить на родном языке, так они все собрали. Они же по всем миру живут, да? И вот если ты живешь в России, говорит, русский язык хорошо знаешь, пошел, работал. Домой заходишь за порог, всегда разговаривай на родном языке. Дом. Если ты работаешь в США, на английском языке общаешься, приходишь домой, и все на родном языке. Исчезающий язык сегодня 6 миллионов евреев сейчас говорят на родном языке. Вот единственный язык среди исчезающих языков, который восстановил свой язык, это еврейский. А у нас еще есть надежда, что у нас считается унесткой уже исчезающими языками все наши языки Карачаево-Черкесской республики. Это абазинский, черкесский, карачаево-балкарский. К сожалению, вот даже объявление унесткой, что ваш язык исчезает, и это не проняло наш народ. К сожалению, выселение карачаевского народа, абсолютное исчезновение моего народа, и этой дочери и сыновей этого народа, мало кто задумается. Есть, которые абсолютно об этом не думают, что исчезнет язык, и мы, как народ карачаевского народа, не будем существовать. И нас снимут с карты мира. Вопрос глобальный, вопрос серьезный. И какая-то невидимая машина времени, уничтожая, превращая нашу культуру в асфальтную дорогу, уничтожает. Это я замечаю. И что мы с чего-то можем сделать? Мы все как одинны, начиная со скотников, чабанов, учителей, учеников. Один ученый не может сохранить язык. Все дочери и сыновья своего народа должны знать, что если не будет нашего языка, не будет нашего народа, к сожалению. Почему Расул Гамзатов сказал? О, если завтра моего языка не будет, то я готов сегодня умереть. Мхеце Керим Уабазин сказал еще сильнее. Пока у меня готовится омывальная вода, пока я не умру, говорит, буду говорить на родном языке. Великие умы все наши, да? Исмаил Семенов, на все предметы нашего языка есть на карачаевском языке альтернатива. Это такой богатый, древний, красивый язык. В нашем языке можно петь колыбельные песни. Сегодня я хотела спросить у мамочек, которая из них поет колыбельные песни своих детей. Надо начинать с колыбели. Почему дома нельзя ставить свою музыку древние, да, обычаи, традициях рассказывать? И больно мне очень. Иногда мне вот бывает такое вот ощущение, что я вот сдаю, а кто будет это читать и изучать? Ну вот у меня недавно пришел домой парень, молодой. Он оставил медицинский институт, фамилия Байкула. Он оставил институт, поступил в отделение карачаевского языка филологии и говорит, я буду делать все, чтобы сохранить свой язык. Есть из молодежи ребята, которые подходят. Максим Пахаратов, может, откройте школу родных языков, фольклор и литературы, да, вот совместную школу, чтобы те, которые не успели в городе как-то изучить родные языки, мы хотим изучать. Есть молодежь, которая очень хочет свою культуру знать. Я очень надеюсь на нашу сегодняшнюю молодежь. В один день проснется и скажет, нет, наш фундамент – это все-таки наша культура, язык, фольклор. Это такой необятный край красоты, когда начинаешь изучать песни, древние песни, любовные, лирические, читать литературу на родном языке. Я получаю огромное наслаждение, так как будто я увидела свою маму, обняла, и вот она радуется, то, что вот мои родители, наверное, смотрят с неба и радуются, что я, наверное, на правильном пути. И все-таки то, что я оставлю эти книги, еще сейчас пишу, занимаюсь конкретно очень серьезной темой. Это язык нардского эпоса, древнейший эпос, который принадлежит и карачаево-балкарскому народу, и не только карачаевскому, многим народам Северного Кавказа. И, читая язык своего нардского эпоса, древний язык, я еще раз убеждаю, там такие устаревшие слова, такие антропонимы, там такие амонимы, ну, такое богатство, богатый язык, карачаево-балкарский, древнейший язык в мире считается. И вы, наверное, знаете, что когда в Турции задали от Турки вопрос, как сохранить, вот ваш вопрос, как сохранить наш язык, потому что очень много зарубежных английских, греческих там слов, а своего родного не осталось, он как ответил, ищите народ Карачаево-балкарского языка, и там на все ваши вопросы, на древнем карачаево-балкарском языке дадут вам ответ. Спасибо, Пахаратовна, еще раз благодарю вас за участие в нашей программе. Карачаево-Черкесскому филиалу университета «Синергия» 30 лет. Филиал – единственный негосударственный вуз на Северном Кавказе, который имеет лицензию по специальности «Лечебное дело» и выдает диплом государственного образца. Лечебное дело – одна из самых востребованных специальностей в медицине. Хочешь стать успешным врачом? Поступай в Карачаево-Черкесский филиал университета «Синергия». Вся информация о поступлении и обучении по адресу Черкесск, проспект Ленина, 83 или по телефону 2026-00.